Доброго времени суток, друзья! С вами Евгения Таро. Покажу вам сегодня еще один расклад для игральной колоды карт. Здесь 36 карт в колоде. Расклад достаточно простой. Служит он для тех целей, когда вам нужно выяснить какой-то определенный вопрос. То есть вам нужно определить, как будет развиваться ситуация в течение ближайшего будущего и чуть-чуть отдаленного. То есть где-то в пределах 2-3 ближайших месяцев, полугода, года. Где-то так. Допустим, вас интересует личная жизнь кого-то из ваших квирентов. Или, допустим, если вы гадаете для себя, то, соответственно, ваша личная жизнь, как будет развиваться ситуация, что вас ждет впереди. И какие-то подсказочки получить на будущее. Итак, загадаем одну мою знакомую квирентку. И посмотрим, как у нее будет развиваться личная жизнь в течение ближайшего полугода, ну, максимум года. Да, кстати, перед тем, как выкладывать карты в расклад, вы можете загадать какого-то еще определенного человека в этом раскладе. Допустим, вы четко знаете, что у этой квирентки есть отношения с мужем. Или не с мужем, а с ее молодым человеком. И вам нужно знать, как будут развиваться отношения с этим молодым человеком в течение определенного времени. То вы можете заранее загадать этого молодого человека определенной картой. Если он выпадет в расклад, то все зависит от того, в каком он месте выпал, с какими картами выпал. А если не выпадет, то, соответственно, делайте выводы, что этот человек надолго в жизни этой девушки, этой квирентки не задержится. То есть он отойдет. Расклад будем делать для трифовой дамы. Для начала, как обычно, разложим тройки в поисках, квирентки. Вот она, трифовая дама вышла. И вот действительно, видите, по уже первым трем картам, можно сказать, что у нее есть какие-то переживания душевные, негативного плана о каком-то пиковом короле. О ее молодом человеке. И есть подозрение на измену. Дальше тасуете снова колоду. И уже не снимая карт, выкладываете в таком порядке. Для нее, для дома, для сердца, что будет случиться. И еще два раза точно так же. Для нее, для дома, для сердца, что будет случиться. Для нее, для дома, для сердца, что будет случиться. И в самом конце достаете одну карту, которая будет означать, чем сердце успокоится. Так, а теперь давайте посмотрим карты для нее. Это то, что у квирентки на уровне сознания находится. То, о чем она думает, какие мысли ее беспокоят. Ее планы, ее какие-то надежды. И это все будет в этой тройке карт. Как видим, выпал здесь ее король трефовый с девяткой червовой и десяткой пик. Что означает, что она думает о чувствах. То есть она испытывает чувства на уровне ума осознанно. Она влюблена в короля треф. Но десятка пик говорит о том, что они могут быть в разлуке на данный момент. Десятка пик еще иногда означает брачную постель и интимную жизнь между людьми. Соответственно, делайте выводы о том, о чем наша с вами квирентка думает. Дальше карты для дома. Это ближайшее окружение. Это какие-то друзья, родственники. То есть люди, которые, в общем-то, имеют доступ к телу, так скажем. Ну, это я грубо говорю, но смысл в том, что это ближайшее окружение человека, которое влияет на исход ситуации. А здесь мы видим, что есть еще некий король бубновый с нескромным желанием по отношению к нашей даме и по поздней дороге. По поздней дороге это может означать, что человек иностранец. Шестерка пик с фигурной картой короля или дамы может означать иностранца. Человек с дальней дороги. Ну и с нескромным желанием, собственно говоря. По отношению к даме. Нескромное желание, вы понимаете, да, о чем я говорю? Так. Три карты, которые на сердце, это то, что наш квирент, наша квирентка не до конца осознает. Это то, что находится у нее в эмоциональной сфере. То, что она чувствует на самом деле. Но, может быть, не до конца понимает эти чувства. Здесь у нас выпали два туза. Пиковый и трефовый. И десятка треф. Ну, в общем-то, есть некий испух. Она чего-то боится, возможно. У нее очень напряженный сейчас жизненный этап. Напряженный в плане работы. То есть, достаточно стрессовая ситуация здесь у нее на сердце. Ну, неспокойный период в жизни. Но это... Но она об этом как бы не задумывается. Это просто вот есть. Следующая стопочка карт – это то, что будет. То, что будет, это ближайшее будущее. И мы здесь видим восьмерку треф, Вайлета треф и короля червового. Ну, можно сказать, что в будущем ее ждет встреча и знакомства, скорее всего. Разговоры какие-то, какие-то хлопоты. Ну, тут, скорее всего, телефоны или интернетные разговоры. Переписка, вот что-то такое с королем червовым. И что случится – это отдаленное будущее. То есть, это события на дальнюю перспективу. То есть, если это в пределах двух-трех месяцев, там, до полугода, то здесь от полугода до года могут быть события в этих картах проявляться. Здесь выпала Дама Пик, Девятка Бубен и Дама Червовая. Чем дело кончится, чем сердце успокоится – это туз Бубен. То есть, туз Бубновый может говорить о том, что сердце успокоится каким-то известием, какой-то новостью, каким-то, может быть, документом, письмом. Ну, или получением какой-то крупной суммы денег. Да, кстати, вот что касается дам, которые выпали в отдаленном будущем, это соперницы, это измены. Это может быть какой-то обман в финансовом плане. Но если мы говорим о личной жизни, то тут, скорее всего, вот этот король червовый может оказаться женатым человеком. Ну, как там сложится дело, неизвестно пока что. Пока вот выходит такая картина. Надеюсь, вам этот расклад будет полезен, потому что он показывает, в общем-то, достаточно неплохой объем информации. И при филигранной трактовке может получиться очень даже интересный прогноз на будущее. Вот, пожалуй, все. Буду закругляться. Будем прощаться и встретимся в новом видеосюжете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok